Сегодня я хотел бы сделать итоговый доклад, посвященный краткому обзору всех предыдущих докладов, посвященных философии сознания. Также тех выводов, которые были получены на семинаре философского штурма и лабораториях, я хотел бы сделать некий обрез, как бы подвести некую черту для того, чтобы двигаться дальше. Собственно, просто возможно те, кто интересуется и те, кто следит за общим движением нашей логики, возможно находятся в неком замешательстве, непонятно где или на каком этапе мы находимся. Ну давайте подойдем к этому вопросу к следующему. Сначала я покажу некие подходы к классической философии и потом покажу, как мы переходим к классической философии к постклассическому, и что собственно из классической философии остается, а что собственно как бы ильминируется за ненатомостью. поскольку не обоснованно. Ну и нет, некоторые выводы сделаем относительно того, какие проблемы решаются, если метафизики и онтологии отказаться от такого понятия, как субъекта. И в каком смысле мы вообще понимаем, что такое бессубъектная онтология или бессубъектная метафизика. Ну давайте начнем сначала. Вот мы стартуем, и вообще все обсуждение у нас начиналось с того, что у нас есть некие классические представления. Под классическими представлениями мы имеем в виду представления Декарта, Карта, Канта. Ну надо бы, конечно, и Фихта вспоминать, и Гегеля. Собственно, они положили основание той философии, которую я называю классической. А именно, философию субъекта, да. Благодаря которым, собственно, возникло то, что называется новоевропейская философия. То, что называется философия нового времени. В чем состоит, если кратко резюмировать, вопрос относительно субъекта. В чем состоит экспликация этого вопроса. Собственно, классическая философия относительно понятия субъект обнаружила два существенно разных определения. Первое определение – это то, что называется единичный субъект. Она ввела единичный субъект. Единичный субъект, или у Канта он называется эмпирический субъект. Субъект. Существует тот субъект, который существует в осуждении Декарта, который как бы присутствует у Канта, у Фихта и у Гегеля. У всех у них эмпирический субъект или единичный субъект – это просто конкретный конкретный субъект. Субъект типа конкретного человека, конкретный человек. Второе – это субъект всеобщий. Всеобщий субъект. У Гегеля называется субъект всеобщим сознанием. Это мы потом тоже обсудим. Это на самом деле существенно, что Гегель переходит от терминов субъекта к телевину сознания. Это на самом деле существенный переход. Вот есть всеобщий субъект или у Канта трансцендентальный субъект. Субъект. Собственно, у Декарта этого субъекта нет. Но у Декарта на самом деле просто нет самого различия. Единичный всеобщий субъект. У него это различие пока еще отсутствует. Собственно, это различие первое появляется у Канта. Потом появляется у Фихта, и Декарта уже стабильно присутствует. Да, и есть, конечно же, надо еще выделить еще одно понятие субъекта. Это абсолютный субъект. Абсолютный субъект есть у всех. Абсолютный субъект или просто абсолютный, или бог, он есть у всех классической философии. Вот как бы три субъекта существенно различные, в рамках которых происходит обсуждение вопроса субъектности. Ну, сейчас не будем останавливаться, собственно, в чем состоит и это подробное исследование этого вопроса. Важно состоит то, что в процессе наших рассуждений мы обнаружили, что... Во-первых, единичный субъект, эмпирический субъект, он действительно остается тут, но занимает определенного рода области. Да, это область, то есть первая, первый субъект, и это единичный субъект. Да, он относится к области психологии, ну, там, я его называл, да, психологический субъект, и социальной жизни. Это первый субъект. Потому что на самом деле и социальные образования, типа такие, как народ, или государство, или общество, они представляют собой тоже единичные субъекты в том смысле, что они представляют собой нечто живое. Да, они представляют собой, объединяют отдельных единичных субъектов, в смысле, как отдельных людей, но сами по себе они тоже представляют собой некие единичности. Они точно так же живут, как единичные жизни, как единичные люди, как единичные сознания. Но вот у нас вся проблема была связана с тем, что мы обсуждали вот этот всеобщий субъект, да, как с ним быть. Дело в том, что этот всеобщий субъект по замыслу Канта, Фихта и Гегеля должен был явиться субъектом онтологии и метафизики. Но в процессе исследования получилось так, что в онтологии и метафизике субъект не нужен. Собственно, возможно, бессубъектная онтология и бессубъектная метафизика. В каком смысле мы, опять же, немножко дальше поясним. И получается, что всеобщий субъект, всеобщий субъект, это некий ненужный термин для того, чтобы эксплицировать метафизику и онтологию. И поэтому у Канта этот всеобщий субъект, или лучше говорить, трансцендентальный субъект, переходит во всеобщее сознание. Сознание, да? Ну и, собственно, у нас этот субъект вообще теряет смысл субъектности, просто становится просто сознанием. Ну и есть еще абсолютный субъект. Абсолютный субъект в классической философии существенно сымитирует и является фундаментальным основанием рассуждения в терминах субъекта вообще. Поскольку есть абсолютный субъект, поскольку на вершине субъектности существует разделение на субъект и объект, как бы абсолютный субъект выступает в отношении с миром, но абсолютный субъект творит мир. И как бы выступает в отношении к миру как к никому объекту. Поэтому поскольку на вершине присутствует абсолютный субъект, а субъект объектное различие присутствует на вершине классической антологии, то поэтому субъект объектное различие, собственно, пронизывает всю антологию классической философии. Но поскольку по классической философии вот этот аспект абсолютности как бы подвигает сомнению, да, он его элиминирует, поскольку как бы и, собственно, и абсолютный субъект перестает быть чертово обосновывающим рассуждения о субъектности вообще. Да, и, собственно, как бы вообще субъектность как-то такая, она распадается. И вот кроме вот единичного субъекта уже не обнаруживают субъекта нигде. Да, вот этот всеобщий субъект, он перестает быть необходимым, да, перестает быть чем-то, что как бы обоснованно. И поэтому получается, что антология и метафизика, их можно ввести уже без субъекта. Давайте рассмотрим, что у нас такое представлял субъект в своем последнем развитии. По своему последнему развитию он представлял собой следующий образом. Вот у нас была как бы сфера сознания, и внутри сферы сознания различалось фокусное сознание, да, и периферическое. И, собственно, вот так субъект выглядел, так выглядел единичный субъект. И мы обсуждали о том, как на самом деле этот единичный субъект ведет себя в различных аспектах. В аспектах проявления себя в смысле познавания, в аспектах понимания, и даже в аспектах, таких аспектах, как психические некоторые отклонения, там, или там, например, в частности, автоматизм. Вы пытались следующее, как можно понять на основе такой вот простой модели, пространственной, да, как можно понять, что представляют собой психические автоматизмы и психические отклонения. Но на самом деле везде фигурировало вот это фокусное сознание, о котором мы говорили, как о субъекте. Вот это фокусное сознание, оно являло собой единичным субъектом, да, и вообще, как бы, на определенном этапе было понятно, на самом деле, что у нас есть только один субъект, единичный, что всеобщего субъекта у нас нету. И нам, для того, чтобы субъекта, если мы хотим получить субъекта метафизики и онтологии, нужно было этого единичного субъекта как бы спускать в метафизику и онтологию, да, каким-то образом, да, его проецировать. И когда мы этим занимались, возникли по определенному роду многообразные проблемы, как это сделать, да, каким образом структуру единичного субъекта может туда спустить. Ну, в общем, это не получилось. Поэтому на самом деле мы перешли от единичного субъекта в некую нишу, да, вот существует ниша онтологии и метафизики, и в этой нише вот такая конструкция, в которой фокусное сознание был субъект, просто переходит в сознание. Да, потому что сферу сознания. Дело в том, что фокусное сознание – это просто концентрированное сознание, а периферическое сознание – это просто, ну, обычное сознание, да. И вот это вот различие фокусного сознания и периферического, оно существенно только вот на этапе вот единичного субъекта. Когда мы переходим просто к сознанию, тогда когда мы переходим в метафизику, то у нас вот будет стать этого перехода, как бы вот исчезает, это необходимость различать фокусное и периферическое сознание. У нас просто есть сознание, и причем в такой ее записи можно сказать, существует, вот мы записывали формулу, что сознание объекта и есть сам объект. Иначе говоря, для единичного субъекта такую формулу записать нельзя, потому что единичный субъект, он мало того, что у него существуют всякого рода свои специфические особенности, связанные с его единичностью, там, призы, отсутствие логики, отсутствие последовательности действий и прочее, и прочее. Это раз, во-вторых, как бы ограниченная сфера, собственно, самого сознания, да, и как бы игра между периферическим и фокусным сознанием. Когда мы сделали вот этот переход в некое всеобщее сознание, вот, то, что Гегель перешел от всеобщего субъекта к всеобщему сознанию, это на самом деле был последовательный и правильный переход. То есть Гегель как бы элиминировал как бы субъекта, но не до конца он у него элиминировался, потому что у него был абсолютный субъект, и он не мог полностью перейти к всеобщему сознанию и остаться на всеобщем сознании, да, ему нужно обязательно было бы достигнуть вот этого абсолюта. Поскольку у нас такой задачи нет, у нас остается всеобщее сознание, вот это всеобщее сознание, вот оно нарисовано, да, в этом всеобщем сознании, сознание объекта и есть сам объект. И что это означает? Это означает, что в этом всеобщем сознании, как в неком пространстве, разнообразные объекты, вот они даны просто, да, и, собственно, сознание есть и свидетельствующая инстанция. Это свидетельство инстанции, она свидетельствует тем способом, что самим фактом данности внутри сознания, самим фактом объекты внутри сознания различаются. Этими объектами могут выступать все, что угодно. Это и чувственные объекты, и мысленные, и переживания, и акты, и все, что угодно. Собственно, даже сам субъект тут где-то присутствует тоже в виде какого-то объекта, как мы об этом говорили. И вот в таком понимании антология и метафизика полностью лишаются субъекта, субъект редуцируется, он перестает быть нужным. Если у нас есть формула, что сознание объекта равно самому объекту, то мы можем рассуждать, эллиминировать сознание. То есть если у нас есть формула сознания объекта равно самому объекту, то мы можем рассуждать просто в те или иных объектах. и обо всем говорить, как об объекте. Таким образом поступает наука. И в некотором отношении получается, что антология и метафизика должны быть просто научными. Они должны поступать точно так же, как наука. Самое интересное, что поскольку антология по смыслу своего слова, по историческому смыслу того, чем она должна заниматься, она, собственно, занимается вопросом, что есть сущее со стороны своей содержательности. И поэтому антология, собственно, это есть не что иное, как просто наука в некотором своем конспективном или как бы в своем всеобщем изложении. Фактически антология сводится к тому, что человек представляет собой наука. Только наука, она фрагментарна, она разбита на различные дисциплины, если бы эти дисциплины оформить в некую картину мира, научная картина мира, то вот эта научная картина мира и будет то, что должно называться современной философией и антологией. Прежде всего, эта научная картина мира образует такая дисциплина, как физика. Почему это так? Потому что еще одним важным основанием того, как мы рассуждаем, это является феноменология. Во всем нашем исследовании мы придерживались феноменологического подхода. В чем состоит этот подход? Этот подход состоит в том, что мы в своих философских исследованиях опираемся на философский опыт. Точно так же, как и поступает в этом отношении науки. И у наук этот опыт немножко иной. В разных дисциплинах он разный. В каком-то отношении есть общее понимание опыта, которое состоит в том, что есть нечто, какие-то аспекты реальности, на которых можно выводы и некоторые теоретические конструкты проверить. В философии тоже есть такой опыт, феноменологический опыт. Он, конечно, не является таким же объективным, как опыт, допустим, физики или других дисциплин, химии и прочих. Но он является, как мы обсуждали, интерсубективным. И этот опыт можно сообщать другим людям, и этот опыт можно обсуждать. И философы, собственно, потому и должны держаться друг в руку, потому и должны находиться в постоянной диалоге, что они должны некоторые свои выводы и свои построения обсуждать. Это очень важно, чтобы где-нибудь не нарушить некоторую логику изложения, чтобы вместо неба истины не получить облака заблуждения. Поэтому феноменологический подход, на котором опираются, в чем состоит его особенность, что он постоянно опирается на опыт. И вот этот феноменологический подход, как опора на опыт, в данном случае, в смысле антологии, означает, что есть некие науки. Эти науки образуют, если можно резюмировать их выводы и построить на основе этих выводов некую общую картину мира, вот они образуют некую картину мира. вот эту картину мира, которая проверена на опыте. Ну, понятно, что до конца мы никогда ничего проверить не можем, но в определенном возможности, насколько это возможно, аспекте проверены на опыте. Вот это и представляется собой антологию. Собственно, философия, как бы с точки зрения того, что мы получили, лишается антологии. Антология перестает быть, собственно, философской дисциплиной, ну, или она остается философской дисциплиной только в смысле компиляции, то есть фактически дело состоит в том, чтобы взять из науки некоторые всеобщие выводы и объединить их в то, что можно назвать антологией. То есть вторичная дисциплина. То есть, собственно, как бы из того, как развивалось наше исследование, мы поняли, что антологией можно уже не заниматься. Но это не значит, что философия исчезла. У нас остается еще такая дисциплина, как метафизика. Чем занимается метафизика? Ну, метафизика по самому своему корню, по самому своему происхождению, это то, можно сказать, что есть нечто то, что после физики, да, то есть то, что после, если обобщать наши выводы относительно антологии, то, что после антологии. Что остается у нас после антологии, после того, как мы разобрались с тем, что представляет собой сущее, да, сущее, как оно дано разнообразным образом исследовано в науке. У нас остается вопрос, первый вопрос, это ж, что такое бытие? Бытие, да? И это, собственно, единственный вопрос, который касается, собственно, философии, потому что никакие конкретные дисциплины и науки не занимаются бытием. Иногда, правда, утверждают, что якобы антология занимается бытием, но на самом деле тогда получается, что между метафизикой и антологией вообще никакой разницы не будет. А поскольку, ну, хотелось бы все-таки иметь некую разницу, да, все-таки антология, она включает в себе физику. Да, и всегда включала, потому что некоторые угоды физики всегда включались каким-то способом антологии. Просто сейчас случилось последнее завершающее событие, ну, или происходит, да, я бы лучше так говорить, философия, как бы вот глобальные последние завершающие события, где антология полностью перестала быть философской дисциплиной и стала какой-то там дисциплиной компилятивной, да, то есть своего рода, как бы, антология стала какой-то дайджестом, да, если так можно выразиться, или какими-то объединяющими выводами, да, вот картины мира, научной картины мира, которую, выводы, которые надо взять из науки, как бы, обобщить, как бы, и вот в виде общей картины мира представить. Вот то, что представляется в антологии. Ну, понятно, что философам этим заниматься неинтересно, поэтому вот остается вот вопрос единственное, что такое бытие, но этот вопрос насущный на протяжении всего существования философии этот вопрос стоял, да. Второй вопрос, не менее существенный, но все-таки он пересекающийся с тем, чтобы представлять собой науки, что такое человек, да, этот вопрос. Я в этом вопросе, на самом деле, ведусь идусь все, что только связано. Это структура человека, да, там, да, это судьба человека, социум, потому что с человеком связано, ну, человек не является существом одиночным, да, человек объединяется в социум. То есть многообразные вопросы, связанные с человеком, но это, как бы, дисциплины, там, антропология, психология, социология, ну, и прочие дисциплины, которые посвящены человеку и обществу. И есть еще третья проблема. Она связана с познанием. Дело в том, что здесь следует сказать определенного рода проблемы, которые заставили возникнуть классические философии. Вообще классическая философия возникла, как философия, которую пыталась обосновать науку. Начиная с Декарта, как бы, собственно, главным интересом философии была наука. Как она возможна? Что представляет собой знание? Почему возможно познавание? Что такое обоснованное знание? Что такое достоверное знание? И прочее, прочее, прочее. Что такое философский метод? Что такое научный метод? На чем должно базироваться знание? И многообразные вопросы именно связаны с знанием. И, собственно, классическая философия в лице Канта, Кант еще задавался вопросом, как возможность осознания математики, и классическая философия в лице Гегеля, особенно в лице Фихта и Гегеля, они поставили вопрос об объединении всех наук под эгидой философии. То есть философия должна была стать неким наукоучением, фундаментом всех наук. Наукоучением – это фихтянский теремен. или системой наук. Наук – это вот Гегель. Гегель и Фихта, собственно, они пытались объединить все науки на базе логики. Ну и то, чтобы представлять собой науку логики Гегеля, это должно было быть фундаментом всей науки. Он, причем одновременно фундаментом и светским, в смысле, как бы, рациональности, и теологическим, да, потому что науку логики, собственно, рассказывает о том, что представляет собой Абсолют или Дух в своем, как бы, в стоящей статье, да, как он вот развивается, как самодвижущаяся идея. Что здесь важно? Вот этот проект, проект знания, которое должно было быть выведено из единого принципа. Вот как объединить все многообразие знания, да, вот наше знание уже в те времена представляло вот собой некие конгломераты, да, вот они не объединенные дисциплины. И вот как объединить эти дисциплины под эгидой единого знания? И вообще стоял вопрос под тем, чтобы объединить знания, объединить знания как нечто единое. Надо было вывести все это знание из единого принципа. Единый принцип. И вот этот единый принцип должен, должно было дать философию. Собственно, как бы вот сама система Гегеля, Фихт эту систему начал, но не смог завершить. Но он зато, у него было много интересных интуиций, мы об этих интуициях обсуждали, да, связанных с тем, как можно выводить знания из простой логики. Собственно, Гегель как бы завершил движение классической философии и объединил, как он считал, все знания вот в некоторой философии. Да, вот философия как бы стала неким фундаментом, единым принципом, с которого все это знание было единообразным образом выстроено. Но, на самом деле, это построение не удалось, как бы проект Гегеля сейчас, как бы, ну вот есть еще люди, которые пытаются проект продвигать, но, на самом деле, он уже как бы забыт, да. Гегель, все, что умудрился сделать Гегель, это выстроить философию из некоторого единого принципа, да, и построить философию как нечто единое. Ну и сейчас существуют уже и в этом отношении подвижки, как бы, например, если взять работу, что такое философия Деллеза, то там он уже излагает философию не исходя из единого принципа, а как некий просто калейдоскоп о различном роде там философских концептах, да. Вот философы творят различный концепт, различные планы имманенции, да, и вот они как бы с друг другом как-то там непонятным образом соотносятся, да, то есть нет никакой единой логики, нет никакого единого принципа. И поэтому вот этот проект теперь ушел в прошлое. Собственно, современное представление о науке состоит в том, что науку представляет собой и внутри самой науки, и, собственно, междисциплинарно. Просто некое многообразие, да, вот многообразие каких-то там дисциплин, которые с друг другом иногда связаны каким-то образом, иногда вообще никак не связаны, то есть вообще никаких и даже пересекающихся мостов нет. И поэтому вопрос опознаний, собственно, вот который очень остро стоял для классической философии, для современной философии особенно не стоит. В общем-то, как бы наука доказала, что она может существовать без философии, но для того, чтобы ее развиваться, никакие вот помощи в виде там философских обоснований ей не нужно. Хотя и возникли проблемы математики с обоснованием, о непротиворечивости математики, да, и тем не менее философия как такова, для того, чтобы существовала наука, существовало знание, и она не нужна. Поэтому вопрос, связанный с познанием, и для философии он как бы стоит под вопросом, нужно ли оно вообще, то есть что такое гоносиология в современном понимании, и очень понятно. И обычно, когда говорят о гоносиологии, обычно уходит в историю философии. И можно еще говорить о том, что осталась история философии. Но история философии, есть такое здесь, что история философии сама представляет всю философию, но на самом деле это не так, конечно. История философии, как и любая история, это просто история. Максимум, что она дает, это некий пропедевтический ввод в проблемы, которые стояли перед философией, дает некий обзор возможностей, которые философия на своем пути реализовала. Философия, как исследовать Гегель, развивалась в некоторых своей логике внутренней, и в результате этого развития она оставила после себя многообразного рода философские учения. Вот многообразные эти философские учения, вот история философии, она показывает и рассказывает о них. Вот такой примерно конец того, что мы говорили. Получается, что, собственно, на долю философии осталось, ну, насколько сейчас я это понимаю, осталось только вопрос, связанный с метафизикой, и этот вопрос, что такое бытие. Немножко вот как-то вот греет то, что все-таки вопрос о человеке остается, потому что человек является достаточно сложным сущим, которому не подвластна отдельная дисциплина, и это как бы междисциплинарная. Ну, как бы человек объединяет в себе настолько много содержательности, что никакой отдельной дисциплины ему хватить не может, и поэтому здесь еще есть какие-то возможности философии чем-то заниматься. Например, заниматься тем, что представляет свое сознание, тем, чем мы и занимались. Ну, и больше никаких не осталось возможностей. Ну, теперь несколько вопросов скажем о том, что мы получили в результате исследования простой формулы антрадикторного различия. Вот мы записывали, что весь мир можно разбить по какому-то параметру в любом, да? Причем, как бы, этот параметр совершенно произвольный. Он произвольный. Как бы вся содержательность этого разбиения остается в А, потому что не А. Некоторое зависимое содержание, да? Потому что всю содержательность она берет из А. Вот отсюда берет всю содержательность. То есть в этом разбиении, собственно, как бы мы фокусируем некое содержание А и весь мир, на весь мир смотрим через вот это вот содержание, да? Содержание А. И это, мы говорили о том, что это вот некий способ манипуляционный, да, манипуляционного разбиения. И противопоставляли ему другое разбиение, то, которое касается как раз научного разбиения, когда весь мир разбивается по параметрам А. А-1, А-2, там, и так далее, там, А-Н, там. Это контрабное разбиение, собственно, вот это разбиение, собственно, является научным. Какое отношение оно имеет к нашему исследованию? Я уже об этом показывал. Оно имеет как раз отношение к вопросу, связанному с субъектом, да? Потому что вопрос, связанного с человеком. Потому что вот мы обсуждаем, что такое человек, человек, попытаемся человека разбивать на какие-то параметры, там, там, субъект 1, субъект 2, там, субъект 3 и так далее, субъект N. Мы говорили о том, что, несмотря на то, что вот такое разбиение, быть может, удается, мы на самом деле не можем провести границу. Вот у нас есть некое феноменологическое понимание того, что представляем мы, да? Вот есть некое, то, что можно было бы назвать я, да? Вот, я некое, хотя этот термин, этот термин сейчас я использую только для того, чтобы просто пояснить то, что я хочу сказать, потому что, вообще говоря, при более строгом изложении требуется, видимо, какой-то другой термин. Я уже пытался заменить его термином «живое сознание», но пока не очень уверен, что такой термин чем-то отличается от «я» по смыслу. Ну вот, если мы говорим о «я», вот этот некий опыт, мы этот опыт постоянно проживаем, да, опыт, например, в опыте проживания бытия. Он говорил о том, что вот базовым для исследования субъектности и сознания является опыт проживания бытия, или опыт проживания времени, или опыт проживания самого себя. И проблема состояла в том, что, на самом деле, мы не можем при таком разбиении провести границу, да, вот этого «я». Мы не можем сказать, где это «я» начинается и где оно кончается. И поэтому единственным способом, о котором мы могли бы говорить о «я», это когда «я» просто равно вот этому человеку, да, когда «я» учреждается как человек, как многообразие этих субъектов. Хотя, понятно, на самом деле, исходя из того, как психоанализ исследует, что такое представляется собой человек, человек, конечно же, не отвечает за все свои поступки. Да, у человека есть бессознательные составляющие, у человека есть даже сверхсознательные составляющие. То человек, на самом деле, не представляет собой такое единство. Да, это единство учрежденное. Учрежденное единство. Это было важно, что это учрежденное единство, и оно как раз следовало из того, что человек должен развиваться в научном смысле, в контрарном развлечении, а не в таком, как у Фихта. У Фихта же получалось, что весь мир разбивается на я и не я, и что можно провести четкую границу между тем, где окончается я и где начинается мир. Такое разбиение невозможно, но я вам говорю, что он манипуляционно. Я тут написал человек, но если его описывать мир, то надо было бы добавить еще количество объектов. Мы взяли здесь человек. На самом деле человек так вписан внутрь мира, что строгую границу провести между субъектами и объектами, зачем все это рассуждение? На самом деле проблема состоит в том, что строгую границу провести между субъектами и объектами невозможно. Вот нет вот этой четкой границы, где начинается субъект, где кончается объект. То есть субъективно, психологически эта граница существует и мы ее ощущаем, но если мы переходим к метафизике, эта граница исчезает. Мы ее показать не можем, поэтому само субъект-объектное различие перестает быть чем-то существенным. И, собственно, требует, поскольку оно перестает быть существенным, просто бессмысленно на него опираться. Ну и в частности были еще другие доводы, связанные с тем, а именно с тем, что мы различали, у нас был субъект. Мы различали, кроме того, что субъекты вот так разбивались, я здесь записал, эти субъекты различались как субъекты, которые являются причинами, причины актов. И был у нас субъект, причина актов было много, поскольку разнообразных актов много, и был субъект свидетельствующий. Свидетельствующий субъект – это вот то фокусное сознание. Но в итоге мы перешли просто к сознанию, то, что фокусное сознание, периферическое сознание – это и то, и другое сознание, они однородны. И в метафизике можно сделать такой переход, предельный переход просто к сознанию, где не различать фокусное сознание. И сознание периферическое. Вот вся простота, которую мы достигли. Собственно, ничего нового мы, наверное, не получили, мы просто обозрели все возможности, которые можно было бы высказать по отношению того, что представляет собой субъект, объект, что представляет собой сознание. И как бы все это рассмотрение двигалось на базе того, что в классической философии рассматривалось в качестве субъекта и сознания. А именно, как бы, вот, прежде чем философия, важна была философия Канта и Гегеля, ну, конечно же, ну, Декарта, надо все-таки тоже отметить, Декарта и Фихта. Мы полностью проследили всю динамику того, как в классической философии вводится субъект, и в итоге, как бы, переход от классической, постклассической философии просто в том, что отказываются от всеобщего субъекта и переходят к некому всеобщему сознанию. Да, вот это вот всеобщее сознание, оно уже есть у Гегеля, но Гегель всеобщее сознание базирует на том, что есть некий дух, да, вот, интерсубъективный дух, который, собственно, является субъектом этого всеобщего сознания. На самом деле, у этого всеобщего сознания субъекта никакого нет. Ну, давайте тут, как бы, в чем состоит проблема, да? Ну, первая проблема, она состоит в том, что, поскольку у нас существует только единичное сознание, да, и единичный, или единичный субъект, дело в том, что субъект у нас возможен только как единичный, и, собственно, осознание у нас возможно двух форм. Как единичное сознание, единичный субъект, он обладает единичным сознанием, да, и второе, это у нас некое есть всеобщее сознание. Всеобщее сознание – это то сознание, о котором говорит Гегель, но у Гегеля носителем этого сознания является дух. Есть некий дух, и этот дух является носителем всеобщего сознания. У нас такого носителя нет, мы отказываемся от абсолютного субъекта, поэтому у нас на самом деле единственными субъектами являются только единичные субъекты. Поэтому возникает у нас следующая проблема, первая проблема. Она связана с тем, что представляет собой всеобщее сознание. Что такое всеобщее сознание? Дело не в том, что его не существует, оно существует. Гегельская философия показывает, что независимо от того, требуется или нет введение понятий дух, на самом деле есть некое действительно всеобщее сознание, то что, ну или трансцендентальный субъект, как об этом пишет Канн. Есть некая структура, внутри любого единичного сознания есть некая структура всеобщая, которая отвечает за то, что наш способ отношения с миром, наши познавательные усилия, выступает неким всеобщим образом. Каждый из нас соотносится с миром по неким единообразным законам. Есть некие внутренние законы, если можно так говорить, если говорить наукообразным языком, лучше говорить, некоторые законы, по которым работает наше сознание. Есть некие внутренние структуры человека, которые общие для всех людей. Они могут, конечно, возможно, нарушаться в процессе болезней, каких-то отклонений психических, но тем не менее эти структуры существуют. Вот эти общие структуры, то, что у Канта называется трансцендентальным субъектом, по гигелевым всеобщим сознанием, они существуют. Каким образом они существуют, надо установить, что такое всеобщий субъект. И второй связан с этим вопросом – это соотношение единичного субъекта и всеобщего. Точнее, уж так говорится, соотношение единичного сознания и всеобщего сознания. Вопрос о том, что существует единичное сознание, не возникает, поскольку единичный субъект обладает единичным сознанием. Мы говорили о том, что представляет собой, какого соотношения этих двух, как можно выстроить их, как их можно моделировать. Мы говорили о фокусном сознании и периферии. Фокусное сознание – это у нас единичный субъект, а сфера сознания – это представляет собой единичное сознание. И, собственно, мы должны теперь на основании вот этой некоторой модели, которая у нас получилась, понять, каким образом соотносится единичное сознание и всеобщее сознание. Федерологически понятно, на самом деле, что единичное сознание не представляет собой некий произвол. В единичном сознании проявляется некий закономер, некие общие структуры. И всеобщее сознание можно понимать как нечто всеобщее, что проявляется внутри единичного сознания. То есть единичное сознание может проявлять себя со стороны единичных особенностей каждого отдельного человека, а оно в любом случае всегда проявляется также со стороны некой всеобщества. Но это первая возможность. То есть первая возможность, когда, собственно, единичное сознание, когда всеобщее сознание вписано внутрь единичного сознания. То есть единичное сознание частично представляет собой некого рода произвол, да, субъективный, а частично представляет собой некого рода закономерность. Это первая возможность. И вторая возможность состоит в том, что, наоборот, единичное сознание вписано во всеобщее сознание. То тогда не очень понятно, что представляет собой это всеобщее сознание, каким образом оно обитает. Если бы мы могли говорить о духе, да, как бы, то было бы понятно, что единичное сознание, оно приобщено к духу. Ну, здесь есть некое рода пояснение, состоящее в том, что каждое единичное сознание, ну, вообще живем коллективным образом, да, и поэтому мы приобщены к какому-то духу народа, если можно так выразиться, вот есть некий дух народа, да, народа, там, дух государства, ну, или там, дух религии и прочее, да, некий всеобществе. И прочее, да, и прочее. То есть, иначе говоря, можно дух понимать не в религиозном смысле, да, как некую живую субстанцию, а в некотором отношении, вот, и как в эгрегориальном смысле, да, вот, как некого рода эгрегоры. И мы приобщены к этим эгрегорам. И возможно, просто вот эти два варианта, которые существуют, они просто надо иметь, оба иметь в виду. То есть мы одновременно включаем в себя всеобщее сознание в том смысле, что мы подчиняемся некоторым всеобщим законам, по которым подчиняемся к сознанию вообще. То есть наше единичное сознание, оно есть часть, включает в себя также и всеобщее сознание, некоторые всеобщие структуры всеобщего сознания. И в то же время мы сами включены в некое всеобщее сознание, которое представляет собой вот, вот, эгрегориальный дух, как бы, вот, таких общностей социальных, да, социальной общности. Но тем не менее, вот этот вопрос требует, как бы, своего еще и дальнейшего прояснения. Напоследок хотелось бы отметить некоторые замечания, которые были сделаны на нашем сайте по поводу нашего исследования. Первая проблема, которую поставил перед нашим исследованием Александр Балдачев, это проблема интерсубъективности. Действительно, в нашем исследовании никаким образом невозможно выйти, хотя мы и обсуждаем единичные субъекты, но невозможно обсуждать соотношение двух различных субъектов. Каким образом соотносится субъект, единичный субъект 1 и единичный субъект 2, вот эту вот проблему мы поставить не можем. Потому что мы опираемся на феноменологический метод, и, в общем-то, как непонятно, каким образом мы в опыте можем... Что такое феноменологический метод? Метод, который основывается на опыте, да, и каким образом в опыте можно усмотреть... Вот каким образом субъект 1 может усмотреть в опыте субъект 2, а это на самом деле остается проблематичным. Но проблема интерсубъективности действительно важна, ее как-то надо будет решать. И, собственно, различия, которые предлагает в связи с этим сделать Александр Балдачев, именно различия в реальности и действительности, они действительно вполне приемлемы терминами для того, чтобы описывать соотношения разных субъектов. Ну и тут как бы соотношение, оно как бы не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном, в смысле иерархии. Вот это горизонтальное соотношение субъекта соотносится, да, ну и в вертикальном, да, там. Как бы это как иерархия субъектов. Это первая проблема. В принципе, как бы я думаю, что в дальнейшем мы будем, возможно, двигаться в направлении этой проблемы. Не очень, правда, понятно как, но будем пытаться это понять. Как, во-первых, надо поставить ее правильно, да, феноменологически, как бы, корректно. Во-вторых, как бы, надо будет ее как-то решать. То есть какие-то наметки есть, но в целом, как бы, не очень понятно, как это делать. Ну и вторая проблема, или вторая задача, связана с замечанием, которое сделал Виктор Сахно. Он говорил, он заметил, что все наши исследования в терминах, если выражаться в термин белеза, представляются бы плавные маненцы. Что такое плавные маненцы? Это вот некое пространство, философское пространство, в котором проведены какие-то какого-разного рода различия, да, как бы, в котором должен зародиться и должен быть сотвоен из различных составляющих этого плавные маненцы концепт. Собственная философия должна собой представлять, как бы, творчество этого концепта. Сотвоить концепт мы, как бы, не смогли. И это замечание Виктора Сахно действительно является существенным, действительно является по делу. По делу, ну, как бы, до этого мы еще не доросли, и наше исследование не может попасться, чтобы мы даже приблизились ли сколько-нибудь с отворением этого концепта. Все, что мы смогли, это действительно исследовать планы маненцы. То есть мы исследовали достаточно подробно вообще все пространство возможностей философских, да, как бы все пространство, связанное с философией, связанное с вопросами субъектности и сознания, мы исследовали вдоль и поперек, да, и сделали очень много важных, там, маленьких открытий, там, и для самих себя, да, и важных обобщений, важных развлечений. Но, тем не менее, как бы, никаким образом сотворить концепты не подошли. То есть вот эта задача, как бы, она тоже остается, но эта задача, она, как бы, глобальная, как бы, я не думаю, что всем философам доступно именно решить вопрос таким образом, да, потому что, как пишет сам Делюс, как бы, всякая великая философия, она завершается созданием концепта, но наша философия, она не является великой, да, и поэтому вряд ли, может быть, и, может быть, и на протяжении дальнейших целей мы, вообще, хоть как-то приблизимся к этой задаче. Но надо иметь в виду эту задачу, да, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, и вести свое исследование, как бы, с прицелом на то, чтобы, возможно, когда-нибудь сотворить философский концепт. Вот две проблемы, два существенных замещаний, которые, наверное, были сделаны в процессе исследования вопроса о сознании. Я думаю, в будущем мы, возможно, еще какие-то возникнут проблемы, мы их будем изучать. Но пока вопрос остается вот в примерно таком виде. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok